Минздрав утвердил правила использования пенсионных накоплений на лечение. Об этом ведомство объявило после сегодняшней жесткой критики мажорисмена Аманжана Жамалова. По его мнению, действия Минздрава в этом вопросе похожи на саботаж поручений президента. Впрочем, замечаний в их адрес сегодня было немало, в том числе и по поводу лечения онкозаболеваний в стране. Несмотря на многомиллиардные траты, смертность людей от раковых болезней только растет. За заседанием бажилиса наблюдала моя коллега Мульдар Абдуалиева, она сейчас на связи со студией. Мульдар, какое совпадение до обеда критика, а после обеда готовы правила? Добрый вечер, Мадина. Да, после критики депутатов сегодня Минздрав, как говорил Жандарбек Бекшин, наконец-то утвердил правила использования пенсионных отчислений на лечение. Как уточнили в ведомстве, приказ будет опубликован в ближайшее время, и сразу после население сможет использовать деньги по назначению. Их можно будет потратить на коррекцию зрения, лечение зубов или восстановление после операции. Напомню, за пару часов до утверждения правил на сегодняшнем заседании мажилиса депутат Аманжан Джамалов раскритиковал работу Минздрава. Он обвинил руководителей ведомства в саботаже поручений президента, поскольку казахстанцы до сих пор не могут снимать свои пенсионные накопления и использовать их для лечения. А все из-за того, что госорганы затянули с разработкой и согласованием подзаконных актов. Джамалов призвал привлечь к ответственности нерасторопных чиновников и упрекнул их в невыполнении данных обещаний. Вообще я давно заметил, что самый верный признак неисполнения обещания данного чиновниками это та легкость, которой они его дают. А ведь предполагалось, что граждане могут использовать свои накопления на лечение важных заболеваний. Неужели в министерстве не понимают, что это жизненно важные для граждан вопросы, а не касаются нашего главного богатства – здоровья людей? Или чтобы разработать и утвердить подзаконный акт каждому министерству, нужно напоминать об этом из парламента, хотя это их прямая функция. Вся эта ситуация очень похожа на саботаж исполнения поручений президента. Сегодня именно Министерство здравоохранения получило больше всего нареканий от депутатов. Если одни недовольны медлительностью ведомства, то другие обеспокоены смертностью казахстанцев от онкологических заболеваний. В прошлом году от этой болезни скончались больше 14 тысяч человек. Одной из причин является выявление заболевания на поздней стадии, хотя деньги на раннюю диагностику выделяются. Только в прошлом году Минздрав получил 11 миллиардов и 300 миллионов тенге для лечения онкобольных. При этом деньги освоили только на 70%, и чаще всего болезнь не предупреждают, а только борются с ней, и зачастую, когда человека уже не спасти. Предлагаю послушать замечания депутатов. Причина этого кроется в недостаточном охвате населения скрининга, низкой информированности, отсутствии кабинетов, дефиците кадров в поликлинике, несмотря на обеспеченность врачами и онкологами в целом по стране. Иными словами не до конца отрегулирован государственный административный механизм. В итоге константируем рост смертности. При этом уполномоченный орган отчитывается о создании всех условий для скрининга, которые фактически не работают в полной мере. Также, судя по сегодняшним депутатским запросам, Министерству здравоохранения следует задуматься о медицинских кадрах. Пандемия вскрыла слабые стороны ведомства, одной из которых является нехватка врачей. Поэтому депутаты предлагают обеспечить медиков жильем и увеличить количество градов в медвузах. Мадина. Спасибо, Мольдор. Ну а сегодня...